В Самаре с каждым днём фиксируют всё меньше нарушений масочного режима в транспорте. Новогодние праздники не стали исключением. За прошедшие 10 дней во время проверок составили 11 административных протоколов на нарушителей антиковидного режима. При этом контроль не ослабевает и с началом первой трудовой недели 2022 года межбедомственная комиссия, состоящая из представителей Дептранса, городских перевозчиков и сотрудников полиции, вновь выходит в рейд. Одна из точек во время утренней проверки на Московском шоссе, через которое пролегает большое количество городских маршрутов. Контроль за соблюдением масочного режима проходит ежедневно в усиленном режиме. Всё так же охватываем все виды общественного транспорта. Это электрический транспорт, трамваи, троллейбусы, метро, автобусные маршруты, в пиковые часы, в межпиковые часы. Транспортные предприятия, в свою очередь, заботятся как о пассажирах, так и о своих сотрудниках. Перед началом работы проводят дезинфекцию подвижного состава, повторяя её между рейсами. Перед началом работы персонал предприятия проходит необходимый инструктаж. Экипаж проходит инструктаж ежедневно, получает все защитные средства, также работает автоинформатор и также работает телефон горячей линии, на который все пассажиры могут сообщить, если кто-то был без маски, если было грубое нарушение. Каждую неделю проводится порядка 80 рейдов. Их количество не будет снижаться до особого распоряжения оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. С осени 2020 года полиция составила около 1000 административных протоколов на антимасочников. Из них 835 только за минувший 2021 год. Проверяющие отмечают, что бывают случаи, когда один и тот же человек попадается дважды. Вместе с тем не снижаются и объемы работ по дезинфекции подвижного состава. А в течение всех рейсов в салонах работают рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.